К нам уже присоединился наш следующий спикер, коллега, это Наталья Толмачева из Оренбурга и руководитель благотворительного фонда Центра развития НКО и поддержки гражданских инициатив. Я знаю, что некоторые сейчас сказали, как это Центр поддержки НКО и гражданских инициатив, а куда дети наши делись. Я думаю, что Наталья, с этого стоит начать. Я с большим удовольствием предоставляю тебе слово, чтобы ты рассказал о том, как вы работаете с продуктовой линейкой. Всем добрый день. Во-первых, большое спасибо за приглашение. Мне очень приятно сегодня участвовать в рамках такого уже партнерства, потому что мой профессиональный путь ресурсного центра как раз-таки начинался очень плотно с группы НКО-гаранты. И вот этот продукт, про который сегодня рассказывали школы тренеров НКО, как раз-таки дало мне большой толчок в развитии, становлении меня и нашей организации как ресурсного центра. И сегодня я поделюсь, какие у нас уже есть услуги в ресурсном центре, что мы можем предложить, как мы это стараемся упаковать, ну и как мы вообще стали ресурсным центром, когда 10 лет мы были благотворительным фондом «Наши дети». Можно следующий слайд? Немножко расскажу о себе. Меня зовут Наталья Толмачева, я из города Оренбурга, директор благотворительного фонда Центра развития НКО и поддержки гражданских инициатив Оренбургской области. Мы им стали буквально недавно, в марте этого года. Также я являюсь региональным координатором проекта «Содружство добрых городов». Мы уже про добрые города сегодня говорили, да, о этой практике, и эта практика у нас также реализуется не только в нашем городе Оренбурге, но и в некоторых муниципалитетах Оренбургской области. Например, добрый город у нас прошел в городе Базылуки, в городе Сорочинске, планируется сейчас в городе Бугруслане. Также я являюсь экспертом в федеральных и региональных грантовых конкурсах, эксперт общественной палаты Оренбургской области и больше 10 лет как раз-таки благотворительной деятельности. И вся моя история как раз-таки начиналась с оказания помощи тяжело больным детям. Первый был проект – это больничные дети, дети, которые временные, так сказать, отказники, которые временно посещались в больницу, помещались. Мы очень долго работали с нашей областной инфекционной клинической больницей, оплачивали няню, малышам, собирали деньги для того, чтобы предоставить им все необходимое – лекарства, одежду, какие-то развивающие пособия, игрушки. Собирали деньги тяжело больным детям нашего региона, оплачивали лечение, реабилитации, авиабилеты, специализированные в детское питание. В общем, занимались такой благотворительной деятельностью. Как уже Ирина сегодня говорил про вгорание, тоже было очень несколько, наверное, вгораний или предпосылок к вгоранию, когда хотелось все это бросить, но как-то вот или какие-то знаки поступали свыше или еще что-то, что как-то ты продолжаешь эту деятельность и остаешься в ней. Но получилось так, можно следующий слайд, что мы тот ресурсный центр, который создался от запроса от НКО, и наша история ресурсной деятельности началась еще не так давно, в 2019 году, и подтверждая слова Марины, нам действительно приходится быстро всему учиться, получать новые знания, как-то их апробировать, упрощать или усложнять, и транслировать уже нашим некоммерческим организациям, которые приходят к нам. То есть нет времени на раскачку, приходится постоянно бежать, 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 вот, и быть в таком тонусе. И вот три проекта, которые мы реализовывали, сейчас он завершился, большой проект на средства фонда президентских грантов, вы видите, проект «Сердце глубинки», проект «Центра развития НКО и благотворительности Оренбургской области» и проект «Центра развития НКО и поддержки гражданских инициатив». Все это были проекты ресурсные, которые сейчас вылились в то, что мы перерегистрировали свою организацию, мы остались с фондом, но мы изменили виды деятельности, мы изменили название, мы сделали другой фирменный стиль. И вся наша деятельность начиналась просто с консультаций, что такое НКО вообще, чем они занимаются. И у нас вот как раз проект «Сердце глубинки» – это первый такой пробный проект в свое время был небольшой, очень коротенький, три месяца. Мы просто провели серию, одно из мероприятий было как раз для НКО, это серия вебинаров. Вообще, то есть нам надо было пощупать нашу целевую аудиторию, насколько им интересна вот эта тема, как управление в организации, фондрайзинг в организации, информационная открытость, юридические вопросы, бухгалтерия. И мы поняли, что запрос на это есть, и вот так постепенно из проектов проекта мы стали ресурсной организацией уже официально. Можно следующий слайд? Ну и теперь, наверное, про услуги, которые у нас удалось в рамках реализации вот этих вот проектов уже отточить под ключ. И сейчас мы больше к тому приходим, что до конца все это упаковать и сделать также отдельный сайт, как вот у Семена, да, у предыдущего спикера. И действительно качественно упаковать и качественно продвигать услуги, как у бизнеса. Потому что я сделала вывод на своем опыте, какой сейчас, что НКО, понятно, что у нас не всегда есть деньги, не всегда есть возможности, но если ты предлагаешь качественную, понятную, за конкретное время, хорошо сформулированную услугу, то НКО готова платить. И так у нас получилось поэкспериментировать, и довольно-таки эта услуга пользуется популярностью, как раз-таки вот юридическое сопровождение НКО, и одна из популярных услуг – регистрация НКО под ключ. То есть получилось так, что в нашем регионе нет профессионального юриста по юридическим вопросам в НКО, вообще по законодательству. То есть люди есть, но до конца специфику не знают все-таки. И благодаря, да, возможности общаться с ресурсными организациями, то есть мы нашли такого своего юриста с Владимирской области, и получилось так, что за год мы отточили эту услугу абсолютно под ключ. Юристы во Владимирской области регистрируют нам некоммерческие организации в Оренбургской области. Мы первые, кто попробовали, ну в нашем регионе первые, кто попробовали эту услугу сделать через госуслуги, и прекрасно сейчас ее отточили, так сказать, и вот у нас сейчас был последний прецедент. Наш Минюст зарегистрировал НКО буквально за две недели автономной некоммерческой организации, то есть они уже знают нас, знают, что это от нас организация, и они знают, что у нас устав будет идеальный. И, как правило, сейчас у нас нет замечаний от нашего Минюста. И поэтому, когда НКО приходит к нам за эти услуги, да, я говорю, что я готова вам оказать бесплатную консультацию, где я рассказываю, как будет строиться работа, что она туда входит, что делает юрист, что буду делать я. И говорю, да, что вы там экономите на вот этом, на вот этом, на этом, хотя бы вам не нужно приезжать в районный центр, а это очень актуально для муниципалитетов, та же дорога и время, и что мы все это делаем через госуслуги, и если будет какое-то замечание, мы отзовем документы, снова переподадим их, да, и не нужно там платить, экономия, опять же, на пошлине будет. Их это очень подкупает, да, и они идут. Плюс, например, были у нас вопросы, когда там сменился, вот сейчас там умер учредитель в организации, вот здесь как бы тоже мы консультируем, или смена юр-адреса. Ну, то есть вот такие моменты у нас есть, что, например, тоже делалось бесплатно, например, мы там, отчетность, да, ежегодный Минюст, всегда есть такие вопросы, пожалуйста, мы там делаем бесплатно вебинары, консультируем, вот. Но если вот большой, да, какой-то объем работы идет, например, регистрация, ну, то есть я сразу обозначаю цену, да, если как бы готовы НКО, то мы делаем. Если они готовы, они попробуют, два-три раза Минюст отказывает, они приходят к нам. Ну, были такие тоже моменты. Вот, поэтому, опять же, из опыта коллег, вот Марина Евгеньевна сказала, да, что она, например, для своих НКО в Архангельске делает все бесплатно, то мне, например, коллеге, и я была согласна, да, то есть был такой момент из других регионов, когда, ну, много что делалось для НКО бесплатно, они сели, да, отчасти на шею, вот, и начинают себя требовать вот это бесплатно, вот это бесплатно, вот это бесплатно. А понятно, что мы ресурсники живем на грантах, деньги заканчиваются, и нужно думать, ну, как дальше, ну, как бы существовать, да, там, удерживать свою команду, и для себя мы решили, что что-то мы делаем бесплатно, что-то я не могу делать бесплатно, когда большой объем работы, когда вы хотите действительно качественную услугу. Можно дальше. Опять же, один из вариантов наших продуктов, но мы это сделали за грантовые средства, но я дальше расскажу, что мы это тоже можем делать, да, и за деньги, если кому нужно. У нас подобралась такая, в принципе, уникальная команда, я считаю, и отчасти такой узкоспециализированный, наверное, ресурсный центр в плане вот коммерческих услуг, наверное, так, что у нас есть профессиональный журналист, профессиональный дизайнер, профессиональный верстальщик сайтов, профессиональный юрист. Вот, например, тоже, это тоже, да, сборник, который создался от запроса, потому что очень много было, опять же, вопросов, что такое на кого, какая форма, как ее создать, кто может собирать пожертвования, как отчитаться. Мы решили, что вот надо один раз создать, и пусть идут сначала, читают книжку, и потом уже, если будут какие-то серьезные вопросы, мы будем уже детально консультировать. И получилась такая настольная книга для начинающих НКО, то есть, вот, в принципе, ты прочитав ее, ты уже будешь понимать вообще, в каком ты правовом поле будешь находиться, что тебе грозит, что тебе положено, можешь ли ты заниматься предпринимательской деятельностью, то есть, ну, самые такие популярные вопросы, и ответы на них у нас получились. И мне очень приятно, что очень многие коллеги и ресурсники оценили этот сборник, и он был отправлен и в Мариэл, и в Уфу, и во Владимир, и в Петербург, ну, то есть, порядка 12 регионов мы этот сборник отправили, помимо того, что он распространился у нас по Оренбургской области. Давайте дальше. Так как я уже сказала, да, что сильная сторона у нас как раз-таки дизайнеры, мы для своих некоммерческих организаций разработали, ну, разрабатывали логотипы, фирменный стиль. Вот результат работы вы можете видеть здесь, это и казачья организация, эссоциация казахов, и ветеранские организации, благотворительные фонды. То есть, работа у нас отовелась практически полгода, и мы очень много внимания всегда уделяем заполнении брифов, да, то есть 90% заполненный бриф, а это, ну, процент успеха, опять же, работы ваших будущих фирменных стилей и логотипов на вашу организацию. И мы всегда там нашим НКО рассказываем, почему нужно обратить внимание, то есть, какие цвета, какие вы цели вообще ставите для вашего фирменного стиля, и уже дальше мы вот эту всю историю прорабатываем с ними. То есть, это вот логотипы, и если мы перейдем к следующему слайду. Так, следующий. А это уже, да, фирменный стиль. Понятно, что когда мы разрабатываем логотип, то мы еще дальше раскрываем его в фирменном стиле. Это вот варианты, он порядка из 30 страниц у нас состоит, да, то есть, опять же, исходя из запроса, то есть, там, у всех в основном это, например, там, шрифты, бланки, да, официальные визитки, и, опять же, по запросу, кому-то нужен роллап или брошюра, вернее, буклет об организации, то есть, мы стараемся все это тоже сделать, заложить, описать, опять же, частые, да, запросы, иконки оформления социальных сетей, тоже мы все это делаем, описываем, и всегда мы описываем, да, логотип, какой же смысловую нагрузку несет ваш логотип, что он отражает, как он работает на вас, то есть, мы стараемся все это всегда учесть и сделать. То есть, вот для НКО мы создали 10 логотипов, фирменных стилей, и для меня, да, очень приятно было, чтобы тоже по рекомендации гаранток, мы сейчас тоже подготовили полностью, разработали фирменный стиль для одной некоммерческой организации Архангельской области, вот тоже сделали им логотип и полностью фирменный стиль разработали, то есть, это вот как раз-таки была не бесплатная работа в том числе. Давайте дальше. Вот сайты, да, очень важный запрос сейчас, информационная открытость организации, и многие понимают, что хотя бы там претендовать на грантовую заявку, в том числе нужен хоть какой-то сайт, но мы, когда приходят к нам с этим запросом, мы всегда говорим, что давайте мы сразу посмотрим, какие у вас есть источники, да, финансирования и поддержки, опять же, есть возможность закладывать эти деньги на грант, лучше, ну, один раз сделать хороший, да, сайт, и потом постепенно, если будет необходимо, да, его дорабатывать, чем, там, сделать за три копейки, и каждый раз ты будешь его совершенствовать, менять что-то, и все это будет очень сложно-сложно. Вот так же мы делали сайты для наших некоммерческих организаций, для них был определенный шаблон, да, создан, и потом уже мы его наполняли. Вот, и плюс вот тоже для себя, то есть те сайты, которые у нас есть, у нашей организации, это все тоже грантовые средства, вот внизу это сайт нашего центра, но не про услуги, а вообще как про организацию, то есть, в принципе, про наш проект, про нашу работу, то, что делалось в рамках поддержки фонда президентских грантов. И следующий сайт внизу, это форум НКО «Знай наш», который прошел 22 апреля, это, ну, то есть сайт, посвященный полностью форуму, то есть где программы, где спикеры, где отчеты, фото, видео, материалы, все лекции, ну, то есть ты зашел, и ты все, что хотел, получил, то, что был на форуме, посмотрел. То есть разработка фирменных стилей, да, и создание сайтов, то есть мы все это делаем, все это разрабатываем, то есть у нас есть такие возможности. Можно дальше идти. Я уже сказала, да, что как бы одна из сильных сторон тоже вот как раз-таки создание брошюр всевозможных, и одна из таких брошюр, например, у нас, мы это делали для себя, сборник, тематический сборник интересных, да, фандрайзинговых и вообще успешных практиков Оренбургской области, которые делает у нас НКО. То есть этот сборник знакомит с некоммерческими организациями нашего региона, и в том числе какие проекты они сделали интересные. То есть мы старались не просто сделать это официально, да, там, выдать сухую статистику, а раскрывать через личные истории, почему именно этот проект, что он улучшил в вашей жизни организации, ваших благополучателей, какой был отлик вообще. То есть всегда стараемся в таких изданиях показывать, ну, лицо организации, да, кто же там стоит и кто ваши благополучатели. И плюс отдельная глава была посвящена фандрайзингу нашей организации, нашего фонда «Наши дети 56», то есть мы много лет собирали деньги ручками, то есть первый грант у нас случился только в 2018 году, а до этого какие были ресурсы, то есть все это фандрайзинг был. И там описано, то есть все наши опыты, мы там плюшки продавали за пожертвования, и водой обливались деньги нам, платили, и фестиваль «Добрый Оренбург» проводили, ну, то есть что-то к ней выдумывали, чтобы помочь, да, ребенку. Вот, а как бы ценность, да, наших сборников в том, что, опять же, это по отзывам наших клиентов, наверное, сказать, что у нас всегда отличается выгодный стиль оформления, то есть он такой живой, интересный, не такой, ну, неофициальный. Вот, можно дальше. Ну, вот тоже разработали мы, опять же, это опыт, да, технология доброго фонда «Добрый город Петербург», карта действий для горожан, то есть у нас эта карта работает, мы планируем ее обновлять, то есть это некий такой путеводитель для НКО, мы здесь собрали, оренбургские некоммерческие организации, вот, протестили их, то есть обновили, какие у них есть контактные данные, чем они могут помочь организациям, и, значит, как им могут помочь, да, бизнес, например. И если говорить про сборники, то вот прошлый сборник, который был желтый, он очень пользуется у нас спросом среди правительственных структур региональных, то есть многие говорят, как настольный справочник, и в том числе СМИ. А если брать вот эту карту, то она зашла в бизнес в том числе, то есть они, когда хотят кому-то помочь, они смотрят эту карту и уже связаны с некоммерческими организациями. Можно дальше. Ну, немножко, да, как бы, опять же, сильная сторона у нас всегда информационная открытость организации. Ну, это просто как опыт, наверное, поделюсь, что мы делали, да, то есть мы очень плотно работаем со средствами массовой информации в нашем регионе, со всевозможными порталами и с телеканалами. И, например, у нас был такой вот специальный проект с агентством РИА-56, где мы не просто рассказывали об НКО, то есть, опять же, формально, а вот через историю. Если вот посмотреть третий материал, где написано прикосновение, то это, я считаю, был у нас уникальный случай. Мы готовили большой материал информационный, то есть это статья профессиональная, и у нас еще была возможность сделать видеосюжет. И вот мальчик, который с девушкой на занятиях, он не видит и не слышит, это тяжелое множественное решение у ребенка. Но после того, как папа ребенку увидел сюжет, в котором мы сделали видео, он сказал, что, вы знаете, я поменяла в своем ребенке мнение. То есть теперь я понял, что он не овощ, и он действительно, ну, наверное, что-то у него сможет получиться. Понятно, что он не выздоровеет, но чего-то он, наверное, сможет научиться, да, и не то все так потеряно. И, опять же, благодаря выходу вот этого материала у этой организации пришел крупный благотворитель и стал поддерживать вот этот центр. То есть это вывод о том, если, ну, грамотно подходить к оформлению, да, своего информационного материала, выгодную картинку показать, что иногда вот эти материалы, они могут, ну, выстреливать, да, и с точки зрения, как бы, мнения, да, социального эффекта, то есть мнение может меняться, и могут приходить пожертвования партнера вашего организации. То есть это к тому, что не надо без конца делать материалы, лишь бы отчитаться в фон президентских грантов, и у тебя там будет 30 статей, например, непонятно каких, про одно тоже, пусть будет 5, но будет очень качественных и глубоко раскрывающих ваш проект, например. Ну, это мое мнение. Можно дальше. Еще один опыт, ну, сейчас нет этой радиостанции, но пока она была, да, мы сделали 38 прямых эфиров, программа «Непростые люди», как раз-таки у нас тоже была такая цель внутри организации наших людей познакомить с лидерами некоммерческих организаций и с гражданскими активистами, которые реально что-то делают интересного в нашем городе, и то есть чтобы они пришли, сами все рассказали. Это все было в порядке диалога, да, интервью, то есть живой беседы. Они приходили, и вот где носики, первая фотография, моя коллега Марина Бартенева и Наташа Лагулова, Марина профессиональный журналист как раз-таки в моей команде, а Наташа, она больничный клоун, то есть развивает больничную клоунаду в нашем регионе, и вот после вот этого эфира, например, Наташу стали приглашать телевидение, радио, в том числе наши местные, там какой-то депутат на нее вышел, и у них сложилось партнерство, сейчас им разрешили, они ходят в несколько больниц нашего города, и как раз-таки лечат смехом наших деток. Ну, то есть вот тоже такой эффект произошел. Можно дальше. Ну, опять же, вот они материалы, да, то есть мы всегда стараемся, когда проводим мероприятия, форумы, школы для НКО, всегда, чтобы была хорошая, качественная раздатка, понятная раздатка с программами, со спикерами, мы стараемся всегда это все красиво делать, упаковать. Вот здесь пример, это рабочая тетрадь. У нас была в декабре школа гражданского активиста, у нас 30 коллег Саренбургского области приезжали к нам на школу, и вот они, мы их тут три дня мучили, можно так сказать, учили, что такое НКО, и все из него вытекающее. Вот, можно дальше. Ну, и как раз-таки, да, понятно, что мы благотворительный фонд, и вообще всем некоммерческим организациям нужно делать публичные годовые отчеты, и мы стараемся все это делать. И вот у нас отчет, вы видите, 2019-2020 год, сейчас мы доделаем 2021 год. И вот в этом году мы первый раз поучаствовали в конкурсе годовых отчетов, взяли серебряный стандарт, вот, стараясь на следующий год мы сделаем, ну, золотой. Понятно, что нужно раскрыть уже по обратной связи в этом отчете. Но, то есть, вот, изготовление, да, публичных годовых отчетов про НКО, мы тоже это делаем. Вот, понятно, что мы, во-первых, мы это сами на себе, на своей шкуре, да, испытали, как это сделать. В принципе, теперь мы можем это делать и некоммерческим организациям по их запросу, если они хотят быть красивыми, упакованными, хорошо, понятным языком, чтобы про них рассказали, написали, мы все это можем сделать. Вот, по-моему, все, да, у меня. Там следующий слайд, давайте посмотрим. Там еще про мероприятие, по-моему, один. Ну, и в завершение я хочу сказать, что, вот, как бы, ясып, да, выступление сформулировала конкретно по услуге, то есть, то, что мы делаем, предлагаем и стараемся это делать за деньги, не бесплатно. Ну, и как все НКО, которые, как и Марина, и Симеон, и Ирина давно там создавались, мы точно так же, да, опять же, делаем постоянные мероприятия, как это делают все, и это и у нас и семинары обучающие по вот этой важной теме, и всегда, которая используется просто социальное проектирование и консультирование заявок по подготовке на гранты, и школы, и НКО, и выездные семинары, и форум, то есть, вот такие какие-то обучающие мероприятия, семинары, вебинары мы делаем. И делаем это бесплатно, и чаще всего это в рамках грантовой истории. Но вот про то, что до этого сказала, то есть, мы сейчас, у нас цель вот эти наши услуги до конца упаковать, до конца сформировать ценовую политику и продвигать их. Вот. Наверное, все. То есть, такие вот услуги. Спасибо огромное. Очень много, мне кажется, интересной информации. Вот, знаете, был запрос в чате, можно ли посмотреть вот эту добрую карту, карту действий? Да, можно. Как? Ее можно посмотреть, может, ссылка где-то есть на электронную? Так, сейчас я посмотрю, сейчас я открою сайт, я ее постараюсь сейчас найти. Карту. Так. Ну, пока Наташа ищет, я вот могу сказать, что как раз она привела пример, что Центр Гарант воспользовался услугами, значит, Талинбургского центра развития НКО и сделал заказ на разработку фирменного стиля для некоммерческой организации. Да, это как раз интересный такой пример, наверное. У нас идет годовая программа поддержки, обучения некоммерческих организаций, обучения и сопровождения. В течение, больше чем года даже, группа некоммерческих организаций учится, и у них домашних заданий очень много разных, практических. И один из семинаров был посвящен как раз продвижению своей организации и как раз продвижению организации сайт, фирменный стиль. Вот эти вопросы мы обсуждали. И в качестве домашнего задания они должны были про это подумать, сформировать бриф, заказ на свой фирменный стиль и сайт. А у нас были ресурсы на то, чтобы помочь им это сделать. И вот мы, зная, что у организации Наташи такие услуги оказывает, сделали заказ ровно Оренбургскому центру. Как раз это вот, наверное, про то, что и Семен говорил, что у нас есть возможность таким образом использовать услуги друг друга. Мы могли бы сделать заказ в какую-то коммерческую компанию, которая... У нас нет таких специалистов. Мы не можем сами разрабатывать фирменный стиль. Нам не так повезло, как Наташе. Но мне кажется, это как раз очень важно, что нам не надо всех специалистов иметь у себя, нам их просто не прокормить. Но вот в том-то и сила объединения в том, что мы можем понимать и знать те услуги, которые оказывает каждый из нас, и те сильные стороны, и пользоваться этими услугами. Вот Наташа нашла ссылку. Да, сейчас мы эту ссылку отправим, чтобы она была доступна нашим участникам. Да, вот по этой ссылке вы можете посмотреть карту. Наташ, спасибо большое. Вот еще про книжку. Наверное, тоже было бы неплохо, если эта книжка где-то размещена в электронном виде. Те, кто не смог ее получить в печатном, и если это можно получить... А юридические вопросы? Да, да, конечно. Или если вдруг она продается, то можно же озвучить стоимость. Нет, я сейчас тоже дам ссылку. И я хотела как раз-таки вот здесь сказать, в чем вот как раз-таки наша сильная сторона, и почему не всегда плюсы НКО и идти обращаться к бизнесу за услугу. Во-первых, потому что это может быть на порядок дороже, и намного дороже. И, во-вторых, что, например, мы как исполнители вашего заказа, то есть вы НКО, и мы тоже работаем в НКО, и мы знаем нашу все равно вот эту специфику. Не сказать, да, правила игры, то, что, например, что лучше отразить, и тот же как фирменный стиль должен, что больше туда надо социального что-то вложить, и это донести. То есть мы вот это как бы тоже учитываем. Бизнес, он немножко по-другому на эти вещи смотрит, то есть у них как бы основная цель заработать, и не всегда, как бы, может быть за большие деньги тот результат, который вас удовлетворит. Поэтому вот это партнерство и рекомендации, они очень важны, и это как раз-таки вот эта поддержка финансов в том числе, она очень важна. Поэтому обращайтесь, если кому нужно быть красивыми, упакованными. Да, на подлете у нас есть информация о всех, кто сегодня, о всех, кто туда занес информацию сегодня, да, на нашей доске знакомств, там можно найти Наташу, и, соответственно, все контакты там есть. Спасибо, Наташа, огромное. Было очень интересно. Я думаю, что вопросы еще тоже возникнут, но уже могут решаться напрямую. Спасибо.